Фестиваль Братина, событие которого с нетерпением ждут телевизионщики со всех уголков Подмосковья. Это время обмена опытом, общения, творчества и, конечно, конкуренции между телеканалами. А главное, сюда хочется возвращаться. Некоторых участников можно по праву назвать старожилами. Они прекрасно помнят, с чего Братина начиналась. На первой Братине все ходили, приглядку друг на друга посматривали. Улыбки были не очень искренние. Но потом сидели в зале и все просматривали, все работы. И со второй Братины, а потом с третьей, четвертой пошли обнимашки, поцеловашки. А хитрость здесь, знаете, в чем? Приходит обычный человек, а уходит другой. То есть он заражается этой атмосферой. Вот какие люди. То есть они приходят, не важно, какие приходят, главное, какие уходят. А уходят добрее, сильнее, восхищеннее. В этом году работы принимались в шести различных номинациях. Но самый захватывающий уже много лет остается «Репортаж с колес». Именно он заставляет журналистов пошире раскрыть глаза и навострить уши, побывать в непростых и даже немного экстремальных условиях. Не работает у меня. Только что работает. Да вот в том-то и дело, что теперь не работает. За несколько часов выловите свои темы самое интересное – собрать материал и успеть отправить все на монтаж. Как мы узнали, финоугры жили самобытно. Добывали огонь, ткали полотно и даже строили домики для бабы-яги. Эти простые, но надежные устройства никогда не подводили. В отличие от фейсбука. Получить награду за этот конкурс особенно приятно. Тем более, что судьбу работы решают зрители. На этот раз они высоко оценили сюжет наших коллег из Домодедова. Второй год подряд братины за «Репортаж с колес» уезжают к ним. Основа этой профессии – умение быстро ориентироваться в ситуации, находить суть, узнавать какие-то интересные изюминки того материала, которым идет работа. Но и наш телеканал не отставал. Уже в следующей номинации «Телерепортаж» со сцены прозвучали заветные слова. Знать победителем телеканала «Видное ТВ». Город Видное, тот самый «Эпл-2». Второй победой для «Видное ТВ» стал презентационный ролик нашего телеканала об одном из театров муниципалитета. Его также высоко оценила жюри конкурса. Мы, конечно, не можем сказать каждый раз, что будет думать жюри, и вообще, как поступит жюри, какое вынесет решение, потому что действительно очень много конкурентов. Но я считаю, что работа у Максима и у Сережи достойная. Ощущения? Я пока в себя прийти не могу. Сумасшедшие ощущения. В этом году на фестивале собрались журналисты 16 телекомпаний Московской области. И вновь дружная семья Братины пополнилась новыми лицами – молодыми корреспондентами, операторами и монтажерами. Это юбилейная Братина. Она проходит в 25-й раз. И мы с моей коллегой Елизаветой здесь впервые. И надеемся встретиться здесь в следующем году. На удачу скрести микрофоны. Александра Столярова, Константин Брылов, Ольга Садовская. «Видное ТВ». . Продолжение следует...